Остается загадкой, чем пользуется Анна Рассинина, каким средством передвижения, чтобы всю эту красоту с утра пораньше доставлять в программу. Доброе утро! Доброе утро! Эксперт нашей программы, ландшафтный дизайнер уже в студии. Сегодня мы будем говорить о кустарниках. Конечно! Мы даже друг друга практически не видим за ними. Да, можно прятаться. Да, сегодня мы поговорим о кустарниках, о декоративных растениях, которые зацветают в начале лета, которые, мне кажется, дарят нам самые такие приятные эмоции, потому что мы все соскучились по цветению, несмотря на то, что оно белое, вроде бы как снег, мы еще не забыли, как он выглядит. От них начинается отчет, да? Да. Вот и лето пришло. Ну, на самом деле, я бы сказала, что отчет начинается чуть-чуть пораньше. С цветения миндаля, с цветения луизиани его махровой формы, форзиция. Если вы заметили в этом году, цвела форзиция практически до верха. Кто видел форзицию в городе? Я не знаю, что такое форзиция, поэтому я не могу поддержать разговор. Если бы я знала, как она выглядит, найдите нам, пожалуйста, если вам не сложно. Форзиция. Форзиция. Форзиция, покажите нам форзицию, чтобы мы все знали, что вот это она. Вот это она цвела и делала нам настроение. И, кстати, в прошлом году она тоже это делала, потому что была мягкая зима и достаточно ранняя весна, и весна была такая бурная, и поэтому почки все цветочные сохранились хорошо. Да, вот это растение обычно, когда... У нас на даче такое! Оно вот сейчас как раз желтенькое! Я видела на прошлых выходных! Вы чувствуете, что вы все ближе к нашей касте? Да-да-да-да-да. Проезжаю тут я по проспекту Краснодарский рабочий, как-то там нечасто так бываю, и чувствую, что у меня еще не за рулем, и глаз у меня вот так, оп! А там она прекрасная, наверное, где-то метра, метр сорок, наверное, такая. Красивая, цветущая. Так что чуть-чуть пораньше есть растения, которые зацветают. К слову сказать, то, что сегодня в контейнерах, оно в садовом центре уже цветет. В садах пока мы наслаждаемся форзициями, доцветающими уже, я думаю, у многих. Но потом начнется цветение вот этих ранневесенних цветущих спирей. Тут несколько видов. Несмотря на то, что они все трое будут беленькими, вам кажется, что они одинаковые, но... Ну вот эти-то точно... Что? А, они разные. Цвет поменяют потом. Да что вы! Все будет с ними хорошо, они останутся такими же белыми. Но если вы возьмете, например, вот эта спирея няпонская, спирея вангутта и спирея серая. Почему серая? Она же тоже белая. Это как дёрен, а дёрен белый, потому что у него ветки красные и листья зелёные, да? Такая у нас есть ботаническая шутка. Это просто видовое название. И три этих вида спирей, они цветут друг за другом. То есть такого, что у вас будет единовременная волна, этого не получится. И как раз наоборот, очень многие хотят, чтобы цвело и вот сейчас, и завтра, и послезавтра, немножечко продлить вот эту волну цветения. Тогда, конечно же, следует обратить внимание вот на эти спиреи, которые цветут весной, ранней весной. Как правило, это, ну, чаще всего захватывает июнь. То есть всё-таки нема, несмотря на то, что у нас вроде такое совсем лето сейчас. Но, кстати, земелька-то ещё там немножко, если глубже-то копнуть, она ещё холодная. Это только сверху. Сейчас очень жарко. И, кстати, в этом году очень сухо. Если нас слушают те, кто прям активно занимается, я думаю, такие у нас есть с садом, да, они дадут мне соврать, что, конечно, сухость страшная. Растения начинают распускаться, цвести. А сейчас как раз очень важное время, когда они набирают силы, например, для того, чтобы дать плоды. Или дать большую вегетативную массу. Поэтому полив, полив, полив. Знаю, что у многих ещё его не включили, если он летний, дачный. Но это вот большая проблема этой весны. Скажите, а продолжительность отцветения у всех растений одинаковая приблизительно или всё-таки разная? Может быть, кто-то продолжительно будет там радовать? Я бы сказала, что она целиком и полностью зависит от того, от двух факторов. В каких условиях сидит растение, тень это или освещение, и какая температура там за окном. Если, например, растение сидит в тени, а практически все спиреи весеннего цветения, которые вот три контейнера здесь представлены, они полутеневыносливые. То есть, в общем-то, это растение не обязательно должно сидеть на открытом солнце. Я очень люблю использовать вот эти кустарники в качестве таких заполнителей для объёма сада. Потому что очень часто у нас натыканы деревья, лысенько, и нет вот этой гущи, как мне нравится. И я сажаю их под деревья. Вполне хорошо они там выглядят и цветут, надо сказать, подольше. Анна, вот вы говорите, что они уже в этих магазинах цветочных цветут. Но вот я просто неоднократно слышала, что если растение цветёт, его нельзя пересаживать. И вы тоже про какие-то рассказывали. С этими как? Надо теперь, получается, ждать, пока они цветут? На самом деле всё зависит от того, какой посадочный материал с закрытой корневой системой, как здесь в контейнере, или с открытой корневой системой, если у него так называемый голый корень, как продают иногда плодовые деревья. Вот если плодовое дерево на цвету, и у него нет контейнера, а корешки голые торчат, то, конечно, такому растению будет тяжко. Растения вот эти представленные, они могут пересаживаться в любое время, потому что у них корневая система сформированная, плотненькая. Вы её просто достали из контейнера. У лиственного растения её можно немножечко так потребушить для того, чтобы новые корни хорошо пошли. И, в общем-то, даже в цветении пересаживать её без проблем. Так что можно заняться этим, можно сказать, даже в ближайшее время. Тут у нас ЧПО веточки. Можно ли с помощью таких кустарников делать изгородь, ну так называемую? Или всё-таки это отдельно цветущее, ну или, по крайней мере, в небольшом количестве в каком-то месте находящееся растение? Я бы сказала, что из этих растений получится чрезвычайно прекрасная живая изгородь. Но не в том понимании, как мы с вами стрижём ровненько и вот так. Это так называемая свободно растущая изгородь, которая почему-то не так распространена и в садах, и среди любителей. Как-то вот все привыкли кизельничек квадратиком подстриг и всё. Из этих растений вы видите, что они такой, ну, называется это немножечко фонтанообразная форма. Когда они раскидываются, и веточки когда цветут, вот особенно как-то я питаю нежность вот такой экстерии серой, она почему-то мне больше по душе. Хотя многие её стригут, из неё тоже можно формировать плотные, такие плотные формы, но я больше люблю её оставлять в свободный рост. Например, там возле кострища где-нибудь сидите, сзади вот это всё красиво весной подцвело. А потом стоит просто зелёная, хорошей формы и, в общем, замечательно выглядит. Евгения тут, кстати, нашла некоторую агрейку, да? Да, но я вот запереживала за него. А я хочу вам что-то показать. Ну, дорви, дорви, женщина. Нельзя, наверное. Будете черенковать, Евгения. А что делать? Представляете, привезёте домой черенок. Что с вами скажут? Всё, все, кто попал человек. Так вот, вот эти веточки, которые мы с вами видим снизу, да? Вчера девчонки в садовом центре говорят, ой, давайте это обстреживаем. Я говорю, что вы? Это же самообновляющиеся растения. Потому что, когда она растёт, у неё масса невызревших ветвей прошлого года, они вот так отсыхают, возобновляясь новыми. Это куст абсолютно не портит. Редко, когда у спирея совершенно что-то там из серединки иссыхает. Всегда это можно убрать, если вам совсем это заметно и как-то, ну, неприятно. Но, тем не менее, она сама, в общем, восстанавливает себя очень хорошо и замечательно. Там у нас ещё остались неохваченными, да. Они пришли и стоят в сторонке. Они пришли и стоят тут рядышком со мной, не могла их не привезти, потому что, когда говоришь слово спирея, все уже вроде как к нему привыкли и представляют каждый своё. У кого-то это вот так весной и фонтаном, у кого-то это маленькая японская спирея, плотненькая, низенькая. Это тоже самое растение. Это тоже самое растение. Род растения тот же самый. Род спирея, просто разные виды. И когда вы подбираете растения для своего сада, конечно же, тему со спиреями советую очень изучить, потому что мало какое растение имеет такую видовую представленность, а тем более представленность в сортах. А вот в плане ухода они тоже тогда, получается, будут разными или плюс-минус одинаковыми? Всё хорошо. Но не получится так, что ты брал одно, а потом, ну, и думал, что это одно, начал ухаживать, он умер. Ты приходишь, вам говорят, так это совсем другой сорт был. Нет, на самом деле спирея одно из самых неприхотливых растений. Почему есть даже такая фразочка, стадия ландшафтника, стадия садовода, девочка с аспиреей. То есть когда-то немножечко уже такой, да, продвинутый, не совсем уж однолетненький, а что-нибудь вот такое. Очень неприхотливо, и, в общем-то, хороший полив, ну, какая-то там подкормочка, если вам вдруг сильно захотелось, было бы славно. Самое главное отличие заключается в обрезке. Стрижки, потому что некоторые приходят в сад, весной дорвались до ножниц, купили их, наконец-то, и начинают из весеннецветущих спирей, значит, делать шарики. Так делать можно, но вы должны понимать, что всё, что цветёт весной, оно ещё в прошлом году заложило цветочной почки. Если мы с вами сейчас сделаем ему вот так, то, соответственно, никакого цветения мы бы не дождались. А нам всё же хочется от весеннецветущей спиреи получить вот этот прекрасный куст. Я практически никогда не занимаюсь стрижкой этих спирей весеннецветущих. А вот эти, друзья, спиреи японские, они цветут на побегах текущего года. Это значит, что весной себя сдерживать не надо. Пришли, подстригли, всё, что отросло, оно прекрасным образом зацветёт, но это будет уже не весной, а в серединке лета. И стоит, конечно, отметить, что очень многие гоняются за цветением, чтобы цвело, цвело, цвело. Вот смотрите, примерно сейчас, ну, где-то неделька пройдёт, вот так это будет выглядеть в садах. Я бы не сказала, что эти цветущие растения настолько превосходят по декоративности, декоративно-лиственные, что прямо нужно срочно всё делать только из цветущих. Обратите внимание на декоративно-лиственные кустарники, они тоже очень нарядные, особенно такие макушки. Ну да. Берите во внимание, остаётся один только вопрос, почему в течение всего нашего разговора висела форзиция. Да, я тоже. Ну, наверное, её жёлтый цвет украшал сегодняшнюю беседу. Анна Рассинина была у нас в гостях, эксперт нашей программы, ландшафтный дизайнер. Приходите к нам ещё, лето впереди, длинное, будем общаться.